Итак, друзья, приоткроем с вами сегодня завесу тайны над тем, что же делает во время приема остеопат. Во всяком случае, я могу сказать за то, что делает на сеансе остеопат в виде меня и тех докторов, кто работает у меня в клинике. Значит, смотрите. Вы знаете, что в теле самая жесткая часть, конечно, это череп. Благодаря тому, что он самый жесткий, он подстраивает другие части тела под себя. Так вот, мы исходим из этого и работаем 95% времени именно с черепом. Вы видите, кости черепа соединены за счет швов. Вот здесь это зубчики. Волости височных костей это чешуя. Бывают швы плоские и прямые, как, например, в некоторых костях лицевого черепа. И в этих швахах должна присутствовать подвижность. Небольшая подвижность равная 10-20 микронам. Этот факт давным-давно уже засвидетельствован. Я описывал в огромном количестве различных статей и руководств. Вот эта конструкция довольно пластична. Состоит из большого количества костей. И получается в одном месте 20 микрон, в другом месте 20 микрон. И в совокупности эта конструкция может смещаться в пределах нескольких миллиметров. Если мы наберем черным по белому в интернете, правда на английском языке, cranial sutures, швы черепа, мы увидим, что в определении звучит. Они предназначены для адаптации черепа к изменяющимся условиям внешней среды. Компенсации, амортизации, механических влияний. То есть до определенной степени за счет гибкости швов при ударах он может амортизировать. В швах должна сохраняться небольшая подвижность. Которая очень важна для адаптации черепа к условиям внешней среды, которые постоянно меняются. Меняется атмосферное давление, артериальное давление, мышечный тонус, физическая нагрузка. И в соответствии со всем этим немножечко меняется внутричерепной объем. Что же происходит, когда нарушается эта шовная подвижность? То есть нарушается она в результате травм, когда резко кости сближаются и как бы находят одна на другую. Из-за этого нарушается циркуляция крови и спинно-мозговой жидкости внутри черепной коробки. Из-за этого чаще появляются головные боли. Допустим, изменилось атмосферное давление и череп должен это отыграть. Но он не может. У человека развивается головная боль. Вот вам метеочувствительность. Человек принял алкоголь. Чуть-чуть увеличился в объеме головной мозг из-за воздействия токсических веществ. Швы должны отыграть, но они не могут этого. Вот вам гиперчувствительность к алкоголю. И вообще в 99% случаев мигрени и головных болей у человека когда-то в прошлом была травма головы. Вот вам следствие. Так что эта шовная подвижность крайне важна. И чем сильнее нарушено, тем более грубое нарушение функции головного мозга мы можем наблюдать у данного человека. Начиная от расстройств памяти, расстройств восприятия, ухудшения умственной деятельности и до эмоциональных расстройств, депрессии, неврозов, панических атак. Итак, у всех пациентов с данными проблемами я наблюдал вследствие давних грубых травм черепа. Итак, что же мы делаем на сеансе? Наша задача восстановить подвижность в швах черепа с тем, чтобы они из таких замкнутых и закрытых стали подвижными, лоббильными, мягкими. Тем самым мы способствуем улучшению циркуляции крови, спинномозговой жидкости в черепной коробке и улучшению функции головного мозга. То есть первая функция – мы улучшаем подвижность костей. Вторая функция – мы немного изменяем положение костей, чтобы сделать череп более симметричным. Естественно, это улучшит условия для работы головного мозга, создаст более правильное симметричное положение всех частей тела. Потому что за счет мышечных цепочек, которые покрывают тело спереди, сзади, с боков и крепятся здесь на основании черепа, за счет этих мышечных цепочек мы выравниваем тело как марионетку на веревочках. Так что наша работа, по большому счету, состоит в балансировке всего тела через череп, через кости, через основание черепа. И благодаря этому и возникают те самые интересные положительные эффекты на здоровье, которые вы все прекрасно знаете.